Марк Азов Из раздела «Фантазмы» Голые утки Вы когда-нибудь видели голых уток? По гроб жизни не забуду эту процессию фантастических существ. Прилежно ковыляют друг за другом, головастые, на коротких кривых ногах, с плоскими клювами и с беспомощными голыми гузнами. Все одного возраста и все разные. Одни большие и рахитичные, со вздутыми животами, другие дистрофики, вдвое, а то и втрое меньше. И вся эта разнокалиберная компания словно сошла с тарелок или вышла из мясной лавки. Я сразу не понял, кто их живьем ощипал. У некоторых еще торчат кое-где черные остюки от перьев. Не утята, а недобритые дикобразы. Переваливаясь со счастливым каким-то весенним лопотанием, они спешили к ближайшему огороду, а следом бежала заплаканная птичница. «Проклятые!» — кричала она. «Мало того, что объели друг друга, выщипали друг на дружке перья, так еще и стену проели!» «Кто это?» Впрочем, я сам уже понял. Стены птичника сложены из сомана, глины смешаны с соломой. Голодные утята, ободрав друг на дружке перья, принялись выщипывать солому из стены, проделали дыру и вышли на волю. В водоеме, куда для них были оставлены лазы, ничего кроме грязной воды уже не было, а с другой стороны росла огородная зелень, и теперь вся процессия шла туда, попутно демонстрируя результаты борьбы за существование. Кто больше вырос и меньше ободран собратьями, и, наоборот, кто мал, гол и полужив. «Сложить их в мешок и утопить!» причитала птичница. «Так живые жалко! Продать у нас некому, выпустить меня саму в мешок и в воду за потраву огородов. Значит, корми их! А где корма взять? Воровать?» Конечно, птичница сама виновата. Не рассчитала, сколько она может прокормить голодных клювов. А вообще-то, земля у нас велика и обильна. Всюду, куда достанет взор, вплоть до того места, где небо сходится с землей, наши пажити и пастбища. На севере земля кончается лесом, на юге – горами, на западе – берегом речки, на востоке – степью. А в центре земного круга – большая деревня, в которой живет все прогрессивное население планеты. Переступить через круг или хотя бы дойти до конца света еще никому не удавалось. Стены, сотканные из вещества, неотличимого от воздуха, как будто убегали от человека. Но умные люди уже знали – это всего лишь мираж, обман зрения. За пределами круга ничего нет. Правда, в школе был учитель физики, который сказал, что планета не может быть такой маленькой. Сила притяжения на ней была бы ничтожно слабой, и мы бы летали. После этого учитель, возможно, улетел. Где он, никто не знает. А учитель, которого прислали на место прежнего, объяснил – никакого противоречия тут нет. Вот птицы же летают, и мы бы летали, но у нас нет крыльев. Кто-то попытался задать вопрос – а куда же улетают птицы? Ему ответили – в небо. То есть, как выяснилось, крыши над головой у нас нет. Иначе, как бы мы увидели звезды, луну и солнце, да и дождя бы не дождались. А вот стены есть, иначе на чем бы держалось небо? Элементарно. Наличие стен – фундаментальный постулат, на котором воздвигнуто здание науки о мире, а также вся этика, эстетика. И нечего биться головой о стену. Лбом, как известно, не прошибешь. И я бы в том не усомнился, если бы меня не угораздило влюбиться. Как-то мы стали в кружочек играть в мяч. Один бросает мне, я отбиваю кому-то другому, другой третьему. А она все мячи отбивает мне одному, и я ей. И так нам с нею было хорошо и весело, что всем остальным стало с нами скучно. Разошлись. А мы играли вдвоем до темноты. Потом еще много раз встречались уже без мяча. Руки были заняты друг другом. В конце концов стало не в терпеж. Пошли жениться. И женились бы, если бы не демократия. Она у нас с тех пор, как сбросили тирана, основная форма правления. Все решает большинство с помощью меньшинства. То есть тех, которые прожили больше других, не высовываясь за пределы земного круга, за что их и выбрало большинство в совет самых прогрессивных. Ну, мы с ней и пришли в этот самый совет. Стоим, держа за руки и потупя взоры. Слушаем, что старые люди говорят. «Еще чего не хватало», — говорят старые люди. «Если каждый, кому не лень, вздумает жениться, так представляете, что будет? Дети пойдут и тоже вздумают жениться, а от детей тоже дети бывают, и так до бесконечности. А земной круг, между прочим, не резиновый, на всех места не хватит. В результате дойдет до того, что нам, старикам, выдадут по удавке и предложат добровольно, сами понимаете. Современная молодежь, она и не на то еще способна». Короче, из десяти пар жениться разрешили одной. Моя девчонка заплакала и убежала, а меня мой отец завел в сарай, где кроме свиньи нас никто не мог услышать. «Кабы не мой дурак», — сказал он, «я бы тоже посмеялся». «Ну, куда ты лезешь поперед, батьки, в пекло?» Жениться ему, вишь, приспичило плодить других дураков. «А чем кормить?» «Дети не поросята. Тех можно до зимы дотянуть и на колбасу. А парень вырастет. Ему надо земли выделить, хоть кулачок. Так? Девке жениха. А где его взять, если мы не родим и другие не родят?» «Заколдованный круг получается». «Вот именно! Ваш этот чертов круг заколдованный! Может, пора его прервать, проломить стену к чертовой бабушке?» «Я думал, отец огреет меня граблями при этих словах». «А он только тихо сказал!» «Я пробовал!» «Ну и?» «И ничего!» «Еще пацаном по глупости удил головлей в речке, на которой свет кончается. Она там делает петлю и уходит вроде бы в никуда. А луг, тот, что вдоль речки, тоже в никуда продолжается. Доходит?» «Не-а!» «Говорят, мираж!» «Стена, ну, если по-ученому, нематериальная. Насквозь видно, что за стеной есть то, чего на самом деле нет. Короче, я ловил головля в реке на кузнечика, а кузнечика в траве на лугу. И не заметил, как он, ну, кузнечик, скок-поскок от меня за пределы земного круга, и я за ним туда же. Накрыл ладошкой, «Хвать!» и обратно вернулся. И только тогда подумал, «Кто это у меня в кулачке щекочется?» «Мираж?» «Ну, я попробовал ловить рыбку на мираж, надел на крючок, и что ты думаешь, клюнул головль, правда маленький, но вывод напрашивается сам собой. Какой вывод? Ну, что и рыба клюет на миражи!» И тут я ему задал свой вопрос. Этот вопрос был у всех на уме, но задать его, это всякий понимал, все равно, что выбить табуретку из-под ног висельника. «А откуда все?» спросил я. «Что все?» «Ну, то, что на нас надето, и то, что у нас в руках, лопата, грабли, и стекла в окнах, и чугунный котел во дворе, и медный таз для варки варенья. «Это было всегда». Это было всегда? Как? Как деревья и трава? Тебя не удивляет, что все это было? Но ведь трава и деревья сами себя возрождают, а ткань изнашивается, железо ржавеет, стекло бьется. Так бы оно и происходило, если бы не было стены. Я знаю, что некуда пойти за другой лопатой, поэтому, ты видишь, как я ее берегу? Вещь дороже человека. Человека можно родить другого. А где я возьму другие такие грабли? И каждый думает так же, поэтому вещи живут у нас дольше людей. «Знаешь, что я тебе скажу?» «Говори. Никто не слышит. Если бы не было стены, надо было бы ее выдумать, иначе мы бы давно разбрелись кто куда и превратились в миражи. Вот как ты со своей любовью». «Любовь тоже мираж. А что же?» «Посмотри на свою маму. Ты бы мог влюбиться в старую женщину с разбитыми от работы руками, а когда-то от нее дух захватывала. И что я имею?» «Нет, сынок, стена нас приучила никуда не спешить, далеко не заглядывать». «Круг замкнут, небо не падает, спим спокойно, пашем землю, доем коров, выкармливаем свиней, разводим кур и уток». «Лучше бы он про уток не говорил». «Утки и те проели стену». «Вот и я». «Когда я шел к своему товарищу, которого тоже в совете разлучали с его девчонкой, я уже знал, на что иду. Там уже собрались все девять пар сегодняшних отказников. Взяли кирки, ломы, лопаты и своих девчонок, да и пошли на край света долбать стену. Какая она ни на есть воздушная, но если все-таки стена, интересно, как она звякнет под киркой?» Довольно быстро наша процессия дошла до поворота реки Иллуга, где от моего отца ускакал кузнечик на тот свет. Там наши кирки и ломы проплыли сквозь беззвучную пустоту, и мы пошли дальше среди трав, васильков и одуванчиков. Запах навоза, жирной удобренной земли, остался позади. Здесь не было огородов и стоптанных выпасов. Здесь ветер нес нам навстречу головокружительные запахи воли и любви. Наши подруги сплели себе венки из цветочных колокольцев и звезд. Мы обнимали их, они щекотали наши лица венками и провалиться мне на месте, если они были миражами. Впереди нас прыгали кузнечики, передовой отряд нашего шествия, брожировали стрекозы, вспугнутые птицы, взлетали с хлопанием крыльев, попискивая, разбегали спалевки и другие мелкие грызуны. А впереди уже шумели деревья, открывались небритые холмы, перелески и дальше, новый конец света, другая стена, о которой мы теперь знали, что никакой стены нет, и круг разбегался. Мы дышали простором и шагали уже рваным шагом, измеряя больше земелье, большой земли, которой никогда не будет конца. Так мы проходили круг за кругом, пока не увидели деревню, в общем, такую же, как у нас, с домами и огородами, дворами, вытоптанными скотом. А перейдя небольшую горку, где паслись три козы, столкнулись нос к носу с тамошними мужиками, которые мотыжили поле. Хотя они обросли бородами, чуть ли не до бровей, все равно мы увидели, как они вылупили глаза. «Чужие люди», сказал один мужик, «они проломили нашу стену, вон у них кирки». «Плюнь три раза», сказал ему другой, «чужих людей не бывает, за стеной ничего нет, это миражи». «А вот мы сейчас посмотрим, какие они миражи». «Третий мужик, который выворачивал из земли камень, распрямился и опустил этот камень мне на голову. С тех пор, говорят, у меня мозги на бекрень. А в окружающей жизни все круто изменилось. Известно, что никаких таких стен нет в природе. Небо ни на что не опирается и, представьте себе, не падает. Земной круг оказался-таки, да, резиновым, и проблема перенаселения блестяще разрешена. Любитесь, женитесь и рожайте детей, сколько ни жалко, без ограничений, потому что отныне в мире нет ничего постоянного. Кроме войны.